Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение, за организацию и за то, что вы пригласили меня, клинического онколога, к вам, потому что на самом деле мы конечные пользователи тех вещей, которые вы нам обеспечиваете. И на самом деле без вот этой много дисциплинарности вообще онкология современная, конечно, не может существовать уже давно. Но прежде чем я начну свой доклад, я бы хотел сказать, что вообще говоря, не бывает пациента, который болеет онкологией только и больше ничем не болеет в принципе. И я думаю, всем известен этот древний принцип о том, что лечить нужно не болезнь, а больного. И в этой ситуации при реабилитации как нельзя лучше открывает нам такие возможности. Собственно говоря, то, что мы с вами уже давно знаем, то, что онкологические пациенты – это особая группа очень непростых пациентов, прежде всего потому, что у них, как правило, есть всегда сопутствующие заболевания. Если мы посмотрим на очень интересное эпидемиологическое исследование, опубликованное уже 8 лет назад, то когда попытались посмотреть, какое количество хронических значимых заболеваний есть у онкологического пациента в момент постановки диагноза, оказалось, что фактически у 80% хотя бы одно такое заболевание есть. А если посмотреть на пациентов, у которых 4 и больше хронических заболеваний, то их аж 20%. То есть 1,5 всех пациентов имеет, кроме диагноза рак, еще и кучу других сопутствующих заболеваний, которые тоже требуют, безусловно, внимания. Естественно, мы, как онкологи, химиотерапевты, к сожалению, не способны закрыть все вопросы по лечению различных нозологий, поэтому без помощи мультисциплинарной команды нам, конечно, здесь не обойтись. Что же такое пререабилитация и вообще какое значение она имеет? Прежде всего, если посмотреть на определения, которые мне встречались, существует очень много разных, иногда очень экзотичных определений, но, наверное, наиболее приемлемое и понятное это определение, которое мне встретилось в рандомизированном исследовании по колоректальной хирургии, которое звучит как вмешательство для улучшения функционального статуса с учетом предстоящего физиологического стрессорного фактора. То есть, по сути, это то, что мы с вами сделаем с пациентом до того, как мы начнем его лечить непосредственно от заболевания. В чем эта концепция пререабилитации, о чем вообще идет речь? На самом деле, она очень красивая с точки зрения логики и понимания, и вот когда на нее смотришь, кажется, что прямо это то, что нам всем нужно 100% понимать. Собственно, когда мы имеем такого пациента, мы знаем, что он к нам приходит с каким-то определенным уровнем здоровья. Если мы начинаем его лечить после этого, то в связи с тем, что и сам процесс лечения довольно интенсивный и могут быть осложнения, этот гипотетический уровень здоровья начинает снижаться, после чего пациенту требуется реабилитация для того, чтобы постараться вернуться к тому, с чего мы начинали хотя бы. Пререабилитация предполагает, что мы можем каким-то образом подготовить пациента так, чтобы перед началом уже специфического лечения наш уровень здоровья был выше. И тогда, когда мы начнем уже специфическое лечение, он будет снижаться, но будет снижаться до какого-то более приемлемого уровня, возможно, до того, на котором был пациент до пререабилитации. И потом, когда пациент снова получает реабилитацию, соответственно, мы улучшим его здоровье, оно станет лучше, чем было до начала лечения. В общем-то, это наша цель. Мы стараемся сделать пациенту лучше, поэтому пререабилитационная концепция выглядит очень-очень убедительно. Собственно, если мы посмотрим на цели, которые пререабилитация может перед собой ставить, это прежде всего сохранение функционального статуса после лечения, это уменьшение осложнений, в том числе осложнений химиотерапии и улучшение качества жизни. Как мы знаем, любая концепция в медицине далеко не всегда оправдывается, когда мы имеем дело с клиническими исследованиями. Есть много разных концепций, которые выглядят очень убедительными, но при этом не дают нам никакого эффекта клинического и не дают нам никакой пользы. Давайте посмотрим, есть ли у нас какая-то доказательная база именно про наших онкологических пациентов. Прежде всего, надо сказать, что на самом деле лет уже 10 существует огромное количество исследований, посвященных онкологической хирургии. И в частности, вот одно из очень неплохих метаанализов, который касался именно абдоминальной хирургии, в него вошли исследования не только посвященные онкологии, но их было большинство, включаясь онкологических пациентов. И если мы посмотрим с вами на результаты, то фактически в метаанализе было показано, что фактически во всех этих исследованиях прибавка к общей выживаемости, прибавка к уменьшению количества осложнений после операционного периода явно в пользу пререабилитации. То есть, если мы заранее пациента готовим, то такие пациенты лучше переносят хирургию, имеют меньше осложнений, имеют лучшее таталечение. Ну, в принципе, это очевидно. Я думаю, что вы все знаете про фаст-трек хирургию, которая сейчас является, в общем-то, доказанным способом, и пререабилитация вполне входит в фаст-трек принципы в настоящий момент. Что делать с онкологическими пациентами вне хирургии? Есть ли у нас данные по поводу лекарственного лечения? На самом деле они есть, и в прошлом году был опубликован довольно большой систематический анализ, попытка собрать в кучу-кучу исследования, которые у нас есть. На самом деле существует более 40 исследований, но вот в этот мета-анализ вошел 22 исследования. К сожалению, тут есть очень важный нюанс. Когда попытались проанализировать все эти исследования, оказалось, что во всех исследованиях используются разные подходы к пререабилитации, разные критерии оценки эффективности, то есть где-то это было качество жизни, где-то физически функционально измерялся пациентов, где-то нутритивная составляющая. Поэтому свести все это в единое целое не получилось именно из-за того, что существуют слишком разные подходы. Поэтому, поскольку есть гетерогенность популяции, разные конечные точки и разные подходы, просто постарались выделить те основные принципы, которые были заложены в пререабилитацию. Собственно говоря, их на самом деле 4, и основа любой пререабилитации – это именно 4 основных пункта. Прежде всего, это физические упражнения, которые могут быть разными. Это общеукрепляющие упражнения или нацеленные на конкретную систему, например, дыхательная гимнастика. Это нутритивная поддержка, то есть доктор-нутрициолог, который, в принципе, сейчас является, наверное, основным врачом, который помогает хирургам в абдоминальной хирургии, собственно, он должен быть и у нас в онкологии обязательно, основным врачом тоже. Это психологическая работа. Я думаю, тоже в этом никаких сомнений нет, что психологическая работа с онкологическими пациентами – это одно из самых ключевых моментов. И коррекция сопутствующей патологии. Как раз здесь нужна мультидисциплинарная оценка, которую иногда нам очень сильно не хватает. Собственно, кто же нуждается особенно в пререабилитации? Тут мы сталкиваемся с двумя новыми понятиями. Это так называемые хрупкие пациенты, ну и известные понятия пожилые пациенты. Возможно, это особая группа. Почему это так? Потому что, опять же, вот эта концепция, которая уже существует тоже порядка 10 лет. Дело в том, что если мы имеем пациента с хорошим соматическим статусом, хорошо скомпенсированным, то какое-либо небольшое заболевание или наше лечение не может сильно повлиять на его самообслуживание, его самочувствие. Даже если это произойдет, то это происходит на какой-то короткий промежуток времени и не отразится сильно на его жизни. Если мы имеем дело с пожилым пациентом, с ослабленным пациентом, с мультидиагностическим пациентом, с кучей разных заболеваний разных, то такое же незначительное заболевание, которое, собственно, не имело принципиального значения для более крепкого пациента, может оказаться намного более существенным. Такие пациенты сразу начинают набирать осложнения, они попадают в группу пациентов, которые требуют ухода, и восстанавливаются намного более длительное время. Собственно говоря, может быть, иногда полностью не восстановятся. Поэтому при реабилитации именно для таких пациентов представляется наиболее выгодной и наиболее важной. Если мы посмотрим с вами на клинические рекомендации, которые существуют в онкологии по лечению таких ослабленных или пожилых пациентов, то у нас есть несколько специальных опросников, специальных инструментов, которые позволяют выделить ту группу пациентов, которые требуют обязательного включения реабилитолога и пререабилитации. Мы вот в нашей практике используем G8. Это одна из самых, наверное, доказанных инструментов, который нам доступен на сегодняшний момент. Если мы выявляем, что по G8 у нас есть значительное нарушение, то такой пациент идет, собственно говоря, в дальнейшем на консультацию к реабилитологу, и если компенсировать удается все эти осложнения, дальше он идет на стандартную терапию. Если компенсировать осложнения невозможно, то тогда мы либо должны индивидуализировать лечение, либо отказываться от специфического лечения, уходить только на симптоматическую помощь. Что такое G8? Это на самом деле очень простой инструмент, по сути является опросником, который максимально может набрать 17 баллов. Он учитывает, какое количество медикаментов пациент принимает, он учитывает его психологический статус, активность пациента и сопутствующие патологии. Если пациент набирает менее 14 баллов, это пациент ослабленный, и он требует дальнейшего лечения. Важно понимать, что несмотря на то, что G8 называется гериатрический скрининг, фактически очень размытое понятие именно пожилого возраста, потому что в разных исследованиях фигурирует возраст от 60 лет и старше, но в некоторых исследованиях пытаются использовать этот G8 и для более молодого возраста. Судя по всему, это более универсальное понятие, чем просто пожилые люди старше 70 лет. Мы вот еще не публиковали этих данных, у нас сейчас идет по этому поводу научная работа, но вот это предварительные данные, которые мы уже получили на сегодняшний момент. Мы взяли наших всех пациентов, которые получают лечение в нашем стационаре по онкологии, получающие химиотерапию или палеотивную помощь, и оказалось, что фактически 70% пациентов имеют показания к пререабилитации, то есть подавляющее большинство. Это наши онкологические пациенты. В сущности, на самом деле, я так понимаю, что эта ситуация будет приблизительно идентична во всех онкологических стационарах, поскольку мы, в общем-то, ничем сильно не отличаемся с точки зрения контингента пациентов, которые получают у нас лечение. Интересно, что если посмотреть на токсичность и необходимость редукции доз с нашей химиотерапией, то есть четкая корреляция между этим показателем G8, между количеством баллов и осложнениями. То есть те пациенты, которые более крепкие, они закономерно имеют меньшее количество осложнений, фактически в два раза или в три раза имеются отличия, и им гораздо реже требуется редукция доз. Например, вот в этой ситуации у нас получилось 12 против 4%. Если пациент крепкий, он почти всегда выполнит нормальный цикл химиотерапии, а если нет, то мы вынуждены намного больше и чаще менять дозы препаратов. Кроме всего прочего, опять же, вот это наш опыт, мы потихонечку начали внедрять оценку качества жизни наших пациентов на постоянной основе. В частности, мы используем для этого опросинг МДАСИ и пытаемся вычленить тех пациентов, которые имеют наиболее выраженные симптомы. Собственно, это опять же часть нашей научной работы. Мы постараемся их скрелировать с G8. К сожалению, я пока не могу представить данные, потому что они еще слишком незрелые, но я думаю, что в конце года мы уже получим эти данные и будем иметь более четкое представление о том, какие симптомы в этой ситуации доминируют наших пациентов и чем нужно заниматься с точки зрения прелиабилитации у них. Если пациент набирает меньше 14 баллов по G8, то по логике вещей он должен пойти в так называемое полное гериатрическое обследование или комплексное гериатрическое обследование, суть которых заключается в том, что мы должны оценить ситуацию по основным восьми доменам. Это сопутствующая патология, это как раз то место, где очень важно иметь мультидисциплинарную команду. Это функциональный статус, когнитивные нарушения, психологический статус, нутритивный статус, социальный статус, лекарственная терапия и отдельно выделяется слабость, поскольку этот симптом, который сопровождает 90% наших онкологических пациентов. Кроме всего прочего, возникает часто вопрос, особенно для химиотерапевтов, как выявить тех пациентов, которые имеют наиболее вероятную токсичность с точки зрения химиотерапии. Это те пациенты, которые также вне G8 могут подлежать пререабилитации. Для этого у нас есть специальные опросники. Если нас смотрят химиотерапевты, то, возможно, вы ими тоже пользуетесь. Их существует несколько. Самые популярные из них – CARG и CRASH. Это очень простые опросники, которые сам доктор может заполнить и выявить тех пациентов, которые имеют высокий риск токсичности. В общем-то, он очень простой. Сам по себе опросник заполняется он буквально за 5 минут. И в конце мы получаем с вами очень хорошую табличку, в котором видно, в какую группу пациент попадает с точки зрения рисков тяжелых осложнений. Вот конкретно я привел пример ради просто интереса. Это вот наш пациент, который мы отскринировали, получили, что токсичность у него может встретиться в 90% случаях. Очень высокий риск. Вот такой пациент тоже кандидат на пререабилитацию. Собственно говоря, что такое пререабилитация еще раз для нас? Это основа лечения для всех ослабленных и пожилых людей. Для того, чтобы выявить пациентов, которые подходят для пререабилитации, нам нужно использовать уже готовые инструменты. Я рекомендую использовать G8. Это очень удобный, простой инструмент, который нам доступен и легко его очень внедрить в любую клиническую практику. Нам абсолютно необходима мультидисциплинарность. И, к сожалению, далеко не всегда это достижимо. Особенно если мы говорим про специализированные онкологические учреждения. Очень часто оказывается так, что пациенты вынуждены получать какую-то вспомогательную помощь в других учреждениях. Это не всегда хорошо, потому что это существенно удлиняет путь такого пациента. И далеко не всегда он потом вернется в онкологию. Поэтому, конечно, было бы здорово, если бы вот такая мультидисциплинарность была возможна в любом онкологическом учреждении. У нас на сегодняшний момент не существует каких-либо стандартов, которые были бы общепризнанными в плане общих международных для пререабилитации. Поэтому каждое учреждение может сейчас разработать свои стандартные. И без этого, на самом деле, дальнейшие движения в сторону пререабилитации, конечно, невозможны. Если не будет какого-то понятного алгоритма, это не будет иметь какого-либо существенного значения. Ну и многопрофильность. То, о чем я говорил, на самом деле онкологические пациенты – это те пациенты, которые, как правило, многопрофильные. И лечить их только от онкологии, как правило, невозможно. Поэтому, естественно, если есть возможность обеспечить взаимодействие с другими специалистами, это, наверное, ключевой момент к успеху в лечении таких пациентов. Позволю себе отступить в сторону. Я всех хотел пригласить на поддерживающую терапию в онкологии. Это наша конференция, которая состоится 26 сентября в больнице Российской Академии Наук. Если у вас будет возможность, присоединяйтесь к нам. Мы будем очень рады. И на этом у меня все. Большое спасибо за внимание.